Здравствуйте! Это наше национальное телевидение и новости Дагестана с последними событиями в студии Махач Курбанов. Коротко о главном. Пусть кто-нибудь, кто в этом сомневается, опять же обращаясь к вам, встанет и скажет мне об этом. Сомневающихся не оказалось. Депутаты Дагестанского парламента почти единогласно приняли поправки Конституции Республики. Хотел срубить на капусте, в итоге попал под уголовку. Житель Акушинского района продал урожай знакомого за полцены, а деньги присвоил себе. Наши в Хадже, дагестанские паломники, продолжают пребывать на святые земли Мекки и Медины. Все хорошо, алхамду лилла. Очень рады. Давно мечтали попасть. Вот, наконец-таки, наша мечта сбылась. Дай Аллах, кто мечтает, чтобы все сюда приехали. А меня Аллах. Здесь будет новый мост. Жители микрорайона Кемпинг в Каспийске дождались помощи властей. Микрорайон Кемпинг развивается. Идет интенсивное строительство, индивидуальное жилищное строительство. Соответственно, людей прибавляется, семьи прибавляется, автомобильный транспорт. Депутаты Народного собрания приняли в первом чтении поправки в проект закона о поправках Конституции Республики Дагестан. К принятию такого почти единогласного решения всего при одном воздержавшемся предшествовало эмоциональное выступление Сергея Меликова. Глава региона обратился не только к присутствующим в зале, но и к общественникам и журналистам, которые, по его мнению, занимаются раскачиванием ситуации. За территориальную целостность Республики, о которой так беспокоятся отдельные представители СМИ и эксперты, есть кому отвечать, подчеркнул Меликов и попросил в этом не сомневаться. Если в зале есть сомневающиеся в том, что я как глава Республики, как генерал-полковник, не люблю об этом говорить, но сегодня скажу. Имеющий за плечами в том числе боевой опыт, реализованный в том числе на территории Северо-Кавказского федерального округа в не самые легкие времена. И, наконец, как дагестанец, не буду защищать территориальную целостность своей родной республики, пусть кто-нибудь, кто в этом сомневается, опять же обращаясь к вам, встанет и скажет мне об этом. Сергей Алимович, я сомневаюсь, что вы будете стоять на защите целостности Республики Дагестан. Сергей Алимович, я сомневаюсь, что вы будете стоять на защите целостности Республики Дагестан. Должна соответствовать Конституции Российской Федерации. В этом самая главная задача и самая главная гарантия нашей целостности, нашей целостности и нашей независимости в составе Российской Федерации. Говоря об экономических показателях региона, Сергей Меликов в своем отчете перед депутатами затронул практически все сферы деятельности правительства. От реализации нацпроектов до привлечения инвестиций в туриндустрию. Подробно глава остановился на вопросе собираемости налогов. По мнению руководителя региона, при грамотном подходе к организации процесса в этом деле можно добиться хороших результатов. Мы снизили снижение ставок по налогам, а сбор налогов фактически увеличился. О чем это говорит? О том, что такое снижение или такие преференции малому и среднему предпринимательству гарантируют выход их из серых схем и вовлечение их в работу по увеличению доходной части. И это надо продолжать с учетом в том числе тех решений, которые озвучил на петербургском форуме Владимир Владимирович. За пять месяцев текущего года обеспечено поступление в консолидированный бюджет республики налоговых и неналоговых доходов в сумме более 20 миллиардов рублей, что на 3,5 миллиарда или на 21% больше аналогичного периода прошлого года. Это плохо? Но это требует определенного принятия, в том числе и жестких мер. И буду в дальнейшем стоять на этой позиции для того, чтобы мы могли вовлекать наших предпринимателей в правильные и чистые схемы по реализации, организации своего бизнеса. Для того, чтобы этот бизнес шел и на благо самих предпринимателей и давал определенные доходы в копилку нашего республиканского бюджета. Жители Хасавюртовского района будут судить по обвинению в незаконном получении 1 миллиона рублей от Минобра. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Следствие установило, что в сентябре 2020 года он представил фиктивные документы для получения единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский учитель». Министерство образования и науки Дагестана со своей стороны заключило с ним и одной из школ района договор, а потом обвиняемому были переведены миллион рублей. Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд. Напомним, участники программы «Земский учитель» получают миллион рублей только при условии, если идут работать в сельские школы на 5 лет. В республике наркотический бум. За сутки в Дагестане установлено 6 фактов хранения и продажи запрещенных веществ. Так, в Буйнакском районе на окраине села Такалай задержан 24-летний парень. При личном досмотре у него сотрудники полиции нашли средства растительного происхождения. Со слов мужчины, наркотики он хранил для личного употребления. Еще один факт выявлен в Сулейманстальском районе. В автомашине ВАЗ, принадлежащей 39-летнему жителю села Новая Мака, обнаружена марихуана. Также за минувшие сутки в Дагестане зафиксировано еще 4 случая незаконного хранения наркотических средств. В Дербенском районе, в Избербаши, Дербенте и Махачкале. По всем фактам, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 228 Уголовного кодекса России. На срубленной капусте много не срубишь. Житель Акушинского района завладел урожаем знакомого на сумму около 700 тысяч рублей, а сбыл за 280 тысяч. По данным следствия, мужчина вошел в доверие к местному фермеру. Предложил реализовать крупную партию капусты, а именно 70 тонн. После того, как сельхозпроизводитель передал товар злоумышленнику, он продал продукцию третьему лицу, а вырученные с продажи деньги потратил на свои нужды. Потерпевшему же он сообщил, что продукция якобы была испорчена. По факту возбуждено уголовное дело. Дружные учения. Дагестанские и чеченские спасатели провели пожарно-тактические тренировки на территории вещевого рынка в Хасавюрте. Всего в тушении условного пожара было задействовано 15 единиц техники и 70 человек личного состава. По легенде, в хаотично застроенном объекте с пребыванием большого количества людей произошло возгорание. Сотрудникам МЧС предстояло не только оперативно погасить пламя, но и безопасно эвакуировать торговцев и посетителей городского рынка. Целью в учении была отработка сложных действий личного состава, отработка взаимодействия директорно-диспетчерских служб, взаимодействие центру клинических ситуаций. Считаю, что все постальные задачи, все цели достигнуты, выполнены в полном объеме. Сегодня проведены пожарно-тректические учения на очень важном и сложном объекте. Целью также является отработка планов по привлечению силы соседних субъектов. Все постальные задачи были выполнены, цели были доступны. Просьбы местных жителей услышали. В микрорайоне Кемпинг в городе Каспийск построят новый мост. Накануне там прошла торжественная церемония закладки первого камня будущего путепровода. В мероприятии принимала участие и наша съемочная группа. Слово Кариму Даньеву. В микрорайоне Кемпинг наконец-то построят новый мост. Прежние насыпные кустарные работы давно пребывают в аварийном состоянии. Теперь на смену песку и гравию придут железобетон и металлоконструкции. Были капусты, но наш мост был испорчен, половину уносили. Мы, люди, вышли как-то восстановили, машин не было возможности проезжать. Мы условия создавали сами, как могли. Ну, через, да, оно уходило через мост, уносилось дважды. Микрорайон развивается высокими темпами. Старая насыпная переправа не справляется с нарастающим автомобильным потоком. С просьбой построить новый мост, жители обратились в администрацию города Каспийска. Представители власти на обращение масс отреагировали. Микрорайон Кемпинг развивается, идет интенсивное строительство, индивидуальное жилищное строительство. Соответственно, людей прибавляется, семей прибавляется, автомобильный транспорт прибавляется. И существующее мостовое перекрытие уже не способно обеспечить ту нагрузку для людей по пропуску транспорта, которые раньше были просто линиями. Значит, в этом направлении пошла работа в администрации. Сегодня мы подошли к тому, что мы сегодня, я надеюсь, начнем, не надеюсь, а начнем сегодня переобустройство этого мостового перекрытия. За дело взялись представители правящей партии. Они пообещали поспособствовать скорейшему возведению новой конструкции. Часть элементов моста уже готовы. Также организован временный объездной путь. По поручению Сергея Олеговича Меликова на быстрое реагирование жалобы людей мы откликнулись на данную просьбу жителей данного микрорайона. Сделали небольшой проект. Может быть, не настолько быстро получилось это у нас, как хотелось бы, потому что у нас в основном время ушло на изготовление железобетонных конструкций. Это заняло почти месяц лишнего времени. Бетон, кажется, провезли, на базе лежат. Мы уже сегодня приступаем к демонтажу старого моста и строительству нового моста. Строительство проходит в рамках национальных проектов двух сред – комфортной городской и доступной. Новый мост планируется ввести в эксплуатацию уже через полтора месяца. Карин Даниев, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. Центральный банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей. На новой банкноте изображены символы Москвы и мемориал советскому солдату. Цвет остался прежним, но она отличается от предыдущей версии – оттенком, крупными контрастными цифрами и надписями. Преобладающие цвета банкноты – оливковый и оранжевый. Новые купюры будут лучше защищены от подделки, покрыты лаком для удлинения срока их службы. И на них будет размещен QR-код, ведущий на сайт Банка России. После поступления новых 100 рублей в банкнот в обороте будут одновременно находиться две купюры старого и нового образца. Устаревшие купюры выйдут из оборота естественным путем по мере их износа. Телеканал ННТ скоро будет осуществлять свое вещание на 22-й кнопке в Махачкале. Такое решение было принято Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию. Она по итогам конкурса выбрала каналы, которые будут обязательными, общедоступными в Комсомольск-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском, столице Дагестана, а также в 60 городах Московской области. Информация об этом размещена на сайте Роскомнадзора. Паломники из Дагестана продолжают пребывать на святые земли Мекки и Медины. Всего с нашей республики в этом году совершат хадж около 5000 мусульман. Накануне в город пророка Мухаммада, мир ему и благословения, прибыл рейс с паломниками из Южного Дагестана, которые участвуют в благотворительном хаджа от Сулеймана Керимова. В аэропорту Медины их тепло встретили местные жители. Все хорошо, алхамду лиллах, очень рады. Давно мечтали попасть, вот наконец-таки наша мечта сбылась. Дай Аллах, кто мечтает, чтобы все сюда приехали, а меня Аллах. Мы так долго ждали на этот момент. Наконец-то дождались. Спасибо Сулейману Керимову. Все нормально, шикару Аллаху на святой земле. Мы прибыли очень хорошо. Пусть Аллах примет ваших хадж. Аминь, Аллах. Дай Аллах вам тоже. Приехали 187 человек. Рейс Е3 в Южный Дагестан. Практически все паломники из Южного Дагестана, со всех районов есть. В общем, посадка тоже пошла удачно. Там тоже не было никаких проблем. Здесь тоже сейчас садимся в автобус и собираемся в гостиницу, иншаллах. После совершим заярат пророкам Хамаду, саллиллаху алейхи вассалям, всей группой, иншаллах. Из Медины паломники отправятся в Мекку на встречу к священной Каабе, где и совершат главные обряды хаджа. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До свидания. Продолжение следует...